Итак, мы можем продолжить наше заседание. Сейчас будет представлено два клинических случая, два пациента. Первый это больной Че. Пациент 45 лет с диагнозом, установленным в соседнем учреждении, остеосаркома левой бедренной кости, Т3-0М1, метастазово-легкие. Диагноз установлен в апреле 2018 года. Консультация хирурга нашего учреждения. Радикальное лечение ему было не показано в связи с распространенностью процесса и нецелесообразностью протезирования конечности. Значит, это палиативное лечение, химиотерапия по схеме доксорубицин. Вот это образование, оно располагается в нижней трети левого бедра. Черненко Хорошо Здесь мы видим образование, вот это первичное, остагенной саркомы, которое также исходит из методиафиза. Дистальному методиза изобедренной кости с выраженным мягкотканным компонентом, имеет большие размеры. Вот так вот это образование выглядит по данным компьютерной томографии. Опять не туда Ага, вот этот компонент. Ну и здесь тоже Здесь это костные структуры Это в другой проекции данное образование Показания здесь криотерапии, наличие самого образования, отсутствие возможности проведения операции, открытой операции с протезированием, а также угроза прогрессирования и рост первичной опухоли. Была выполнена процедура первая в июне месяце Криобляция остеосаркома нижней трети левого бедра кости с обширным мягкотканным компонентом. Вот здесь вот на этой компьютерной томографической картинке представлено позиционирование криозондов, но, к сожалению, здесь зонды 3 мм. Соответственно, зонды 3 мм позволяют захватить, сформировать ледяную сферу большего диаметра, чем 1,5 мм. зоны. Поэтому было принято решение использования 3 мм. зондов. Вот так вот выглядела опухоль. Мы видим очаг некроза. Мы называем его крионекрозом после проведения криобляции. Опухолевая ткань некрортизирована. Ну и через 3 недели было выполнено повторное вмешательство. Также было использовано 3 криозонда. Оценены размеры остаточной опухоли и проведено это вмешательство. Вот так вот такое состояние тканей мягкотканного компонента, прежде всего, и кости после криобляции, после второй процедуры уже в июле месяце. Здесь мы видим полость, сформировалась газовая полость после проведения процедуры, а также следы от установленных криозондов. Опять оценка сформированной зоны крионекроза. И в августе месяце уже выполнена третья процедура. Установлено 2 криозонда. Небольшие остатки опухоли были также подвергнуты криовоздействию. В заключении можно сказать, что у данного пациента был купирован выраженный болевой синдром, достигнута циторедукция опухоли, сдержано локальное прогрессирование заболевания и восстановлен активный социальный статус. Он пришел к нам с выраженным болевым синдромом, выраженная бледность. Не мог активно вести социальную жизнь, не мог работать. И сейчас он говорит о том, что он работает, о том, что он может спокойно водить машину. Ручная коробка передач. Поэтому он, регулярно нажимая на сцепление, может использовать свою левую ногу и передвигаться, активно работать. Вот это что касается первого пациента.